Для участия в Шахтерской Олимпиаде свои команды выставили 13 угледобывающих компаний из Кузбасса, Приморья, Забайкалья, Хакасии, Хабаровского и Красноярского краев. Причем в этом году увеличилось не только количество участников до 345, но и число номинаций до 13. Проводя в 2011 году соревнования, мы сомневались, получится ли, приживется ли эта традиция. Сегодня с уверенностью докладываю вам, прижилась, идет, развивается наше шахтерское движение. Уже традиционно пропуском на всероссийские соревнования для участников стала победа на внутренних этапах. Настрой боевой, готовились целый месяц, стараемся, я думаю у нас все получится, мы в этом уверены. Опыт есть, но с каждым годом конкуренция возрастает, допустим на первых соревнованиях, когда были, там гирю поднимали по 50, по 60 раз, это считалось хорошо. Сейчас уровень возрос, только что минимум уже поднимают 100, 120, 130. Бег раньше был 200 метров, сейчас сделали километр. И вот большая работа была проведена по подготовке, получать специальных навыков. Раньше было у нас просто на стадионе, мы все проводили, а сейчас сделали этапы конкретно в шахте на Комсомолец и на, получается, центре развития персонала. Тоже там получается, как шахта, тушение пожара, тоже приближенные максимальные условия к реальным. Почетное право поднять флаг Олимпиады, доверенный героям Кузбасса, бригадирам очистников Василию Ватокину и Владимиру Березовскому. А Олимпийский огонь зажгли еще два героя Кузбасса, два рекордсмена угледобычи и проходки Александра Куличенко и Евгений Касмин. Соревнования сами, что позволят показать? Прежде всего, возможности оборудования, на котором работают наши коллективы-шахтеры, и людские возможности. Ведь, как я сказал, рекорд – это не просто само по себе слово рекорд, это возможность сделать наш уголь дешевле, показать резервы и оборудования, и людские оборудования. Поэтому еще раз, пользуясь случаем, хочу пожелать успехов всем командам, всем командам нашей необъятной страны, удачи, справедливого судейства. После торжественного парада и приветствия капитаны команд провели жеребьевку, определив порядок выступления в каждой номинации. И уже сегодня первые команды спустятся в очистные и проходческие забои шахты имени Кирова и Рубана. Самое главное, что победит не одна команда, победят все. Победят тем, что к этому соревнованию будут привлечены взоры жен, детей, и семьи будут гордиться этим людьми. Оценивать выступление команд будет экспертное жюри, которое дало клятву судить беспристрастно и непредвзято. Будем выполнять наши обязанности на шахтерской Олимпиаде с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым она проводится. Выскина пухи шахтерских профессиональных соревнований. Клянемся! 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 Впереди у подземных олимпийцев еще два дня соревнований. И кто в России лучше других умеет добывать и обогачать уголь, готовить очистной фронт и оказывать первую помощь, будет известно уже в пятницу. 21 июля.